Добрый день дорогие телезрители, я рада всех приветствовать на телеканале Акжаик. Сегодня 25 ноября, среда, и если вы сейчас смотрите нашу программу Куншуах, то прекрасное настроение будет сопровождать вас до самого вечера. Здесь вы можете получить мощный заряд положительной энергии, которой хватит на свершение всех запланированных дел. Конечно же пополнить свой багаж знаний, ну а также познакомиться с интересными людьми нашего города. Сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Действительно полноценны. Их сила духа и бескраничная вера в себя и в собственные возможности достойны огромного восхищения. Итак, встречаем Азон Шеймартанов, старший тренер спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями вместе со своими подопечными. Это Есенгали Утигенов, Ергали Борамбай. Они являются паралимпийцами по плаванию. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче. Азон Нармуханович, вы сегодня тоже в поддержку своих спортсменов решили надеть черные очки. Да. Как ваше настроение сегодняшнее? Мы знаем, что утро у вас начинается с тренировок. Как всегда, вы приехали к нам сразу с клуба сюда на передачу. Очень рады вас видеть. Азон Нармуханович. Ассаламаликам. Очень приятно, что еще раз встречаемся в вашей передаче, Вахжаик. Спасибо за приглашение. Ну, мы сразу скажем, мы прямо с зала пришли здесь к вам, к вашей передаче. Вот у нас идет сейчас тренировка. Называется «Сухая тренировка по плаванию». Поэтому наши ведущие два спортсмена, Исенгали и Ергали, с утра у нас тренировка. У нас, как вы знаете, паралимпийские спортсмены. Мы входим в название «Олимпийский вид спорта», поэтому у нас тренировка. В день больше четырех часов идет тренировка. Мы и готовимся. Тем более, в будущем, может, даже в этом году успеем выступить на чемпионат Казахстана. Если нам откроют дорогу. В таком плане. Спасибо. Радоваться жизни при любых обстоятельствах – это, конечно же, настоящее искусство. Исенгали, Ергали, мы очень восхищаемся вами, вашей силой, волей. То, что вы идете всегда к своей цели, добиваетесь успеха. И мы сегодня даже назвали нашу передачу «Вопреки всему». То есть, «Вопреки всему, всем невзгодам и трудностям» вы всегда впереди. Сейчас мы видим на ледокране ваши тренировки со спортзала. И хотелось бы, конечно, вам предоставить слово. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в этот вид спорта. Но сначала хотелось бы знать именно вашу историю. То есть, насколько мы знаем, вы не сразу ведь стали заниматься спортом. Что именно повлияло к тому, что вы решили стать паралимпийцами, пришли в клуб Казуну Нармухановичу и стали спортсменами? Ну, после того, как я потерял зрение... То есть, это у вас приобретенный? Да, у меня приобретенный. Я где-то с 14-го года уже тотально незрячий. Но у меня самое главное, у меня есть семья. Они мне помогли опять снова встать, подняться с колен. Для своих детей, конечно, я самый лучший папа на свете. Для них я пример. И я просто не имею морального права падать духом. Поэтому я быстро реабилитировался. Начал приспосабливаться, как говорится. Попробовал бассейн поплавать. Для меня это было интересно, как это вообще возможно. Я вообще плавать умею с детства. А вот именно как тотально незрячий, как ориентироваться в воде. Для меня это было интересно, познавательно. Я сходил, попробовал. Мне очень понравилось. У меня получалось. И я как бы стал, если можно сказать так, по-серьезному тренироваться. У меня были разные тренера. Они очень часто менялись. Потом еще... Ну, я буквально занимаюсь плаванием только с прошлого года. Недавно. И после того, как я начал заниматься, началось... Закрыли наш бассейн, Жаех Самалу, на капитальный ремонт. Потом началась эта пандемия. Но, несмотря на все это, я очень старался. И занял призовые места по области, по республике. Сейчас, на данный момент, нас уже тренирует Азундар Муханович. Сам, можно сказать, легендарный Азундар Муханович взялся за нас. Мы очень этому рады. Он очень требовательный, очень строгий наш тренер. Конечно, тогда, когда именно дело касается тренировок, в остальное время, конечно, мы очень любим пошутить. Ну, мы большие друзья, если так можно выразиться. У нас теплые, хорошие отношения. У нас есть цель, самое главное. Есть цель завивать призовые места на спартакядах, на республиканских, областных. Нужно вначале взять республику. Это наша цель. И мы идем потихонечку и стремимся к нему. Сейчас у нас тренировки. Азундар Муханович от и до сам контролирует, сам составил график. У нас есть режим, регламент. Один день мы проводим сухие упражнения в спортзале. Один день, ну, чередуется второй день. Например, у нас в бассейн мы плаваем. В третий день мы занимаемся в тренажерном зале. И вот так проходит у нас будний, нашей недели. Вот сейчас мы сюда буквально пришли, приехали с тренажерного зала. Успели только переодеться сразу. Успели только переодеться, да. Вот так, как-то так. Спасибо, спасибо. Теперь хотелось бы, Иргалим, вам предоставить слово. Когда вы начали заниматься спортом? И когда поняли, что нужно смириться тоже со своей травмой? Когда пришло к вам осознание нового физического состояния? Здравствуйте, во-первых. Зрение я потерял в 2011 году. В течение определенного времени я как-то привыкал к тому, что... Жить в темноте. Да, жить в темноте. Потом вот я о спортклубе узнал я от общественного объединения «ЖЕНС», председателем которого является Айгуль Кенжиган Ленина. Она вот посоветовала обратиться в спортклуб к Азуму Нурмухановичу. Когда я впервые пришел туда, я, как говорится, у меня, можно сказать, глаза разбегались от множества видов спорта. Для себя я начал первым заниматься дзюдо, тоже пара дзюдо. Начал готовиться к соревнованиям, тогда еще в 2018 году. Но при вот чемпионате, когда было в Атрал, в 2018 году, летом, но тогда комиссию я не прошел, потому что в связи с потерей зрения у меня отслойка сетчатки, и мне вот комиссия сказала, что небезопасно. Тогда я вот начал заниматься... Таким ягодцам нельзя травмироваться в тяжелом борьбе все-таки. Тогда я стал заниматься плаванием. Плавание считается самым безопасным в этом спорте, более упрощенным. Да, самый полезный вид спорта. Нетравмоопасный. Как вы себя чувствуете, когда плывете в воде? Ну, плавать я, конечно, тоже умею с детства плавать, но... Но профессионально не занимался? Профессионально нет, не занимался. После пандемии очень хорошо соскучился по воде. В прошлом году, в принципе, мне пришлось прервать на некоторое время свои тренировки, потому что в прошлом году я тоже сломал себе руку, выступал тоже. До этого я тоже участвовал в соревнованиях по амрестлингу. Вот тогда я вот себе сломал руку, и вот чуть больше полтора года я не занимался. И вот буквально вот в этом году начал опять заниматься. Что вам дает этот вид спорта вообще плавания? Скажите, пожалуйста, помимо того, что вы испытываете именно эйфорию, испытываете большое желание к жизни, как мы поняли, вы хотите добиться еще больше успехов помимо этих кубков, медалей? Участвовать в соревнованиях. Ну, просто то, что вот помимо физических тренировок, здесь и общение, и хорошее настроение всегда. Мы всегда, как говорил Есен-Гали, мы всегда шутим между собой, как-то стали ближе друг к другу. У нас появились новые друзья. Новые друзья, да. Не только у нас в городе, а уже по республике. Мы вот общаемся не только между собой в плавании, как говорится. У нас общаемся, вот есть паралифтеры, там, есть теннисисты, легкоатлеты, борцы, волейболисты, да. Много видов спорта здесь, вот, спортклуб у нас. Спортклуб нас объединяет. Да, вот объединяет. Постоянно вот участвуем, ну, вот проводим мероприятия различные. Новый год вместе отдыхаем, ну, вот различные праздники. То есть жизнь у вас кипит, как можно сказать. Да, да, да. Не дает скучать. Спасибо. А я хочу напомнить, дорогие друзья, средства нашей связи. 28 58 69 номер прямого эфира, номер ватсапа 837-264-15. Вы можете поддержать сегодня наших спортсменов своими звонками. Поздравить их с успехом. И, конечно же, задать свои вопросы. Я думаю, что им будет очень-очень приятно услышать ваши искренние пожелания от всей души в прямом эфире нашей передачи. Будьте активными, дорогие друзья. Ну, а я бы теперь хотела, Азона Нармуханович, задать вам такой вопрос от нашего телезрителя Айдара. Насколько в наше время реально попасть в паралимпийскую сборную? Как много спортсменов участвует в ваших дисциплинах на республикансках, а также на международных соревнованиях? Ребятам хотел бы пожелать всех благ. Спасибо. Ну, сейчас в наше время, когда государство, можно сказать, повернулось лицом к нам, в 17-м году, можно сказать, уже официально приказ вышел Министерство спорта, скажем, президент, который подписал, что паралимпийский спорт сравняли с Олимпийским спортом. Первый год, можно сказать, с этого начала уже мы смело, можно сказать, готовиться профессионально. Для того, чтобы попасть в сборную, зайти в сборную, надо пройти этап тренировочного процесса, который очень, как говорится, я говорил, что очень большая тренировка, четырехчасовая тренировка. Именно по плаванию, я так скажу. Потому что я развивал не только плавание, как вы знаете, пару лифтеров я поднял до мира, армейский до мира довел, грекоримских борцов я доводил до совершенства. И поэтому сейчас именно по плаванию, по паре плавания, так скажу, объясню, что правильно, заниматься надо физически, когда нам надо очень быть сильным, выносливым, гибким, и особенно иметь хорошие легкие, хорошие плечи. Плавание. Я сам специалист, как говорится, можно сказать, тоже пионер по плаванию. Но я сейчас изучаю именно вид этого спорта. Для этого надо очень, тут сейчас говорили, плавание очень доступно для всех, но здесь надо быть очень сильным. Конечно, сперва надо зайти, чтобы попасть в сборную области, надо сперва попасть, ну, скажем, ко мне сперва в сборную и пройти мою тренировочную процессу. Понимаете, вот сейчас спортсмен-тренера Исангалей, Иргалей, говорили, что Озон очень строгая. Я никогда, как поблажка в спорте, не делаю. То есть вы требовательный тренер? Я требовательный, очень требовательный. В плоти звоню, спрашиваю, что кушаешь, как спал, что делаешь, что суббота, воскресенье делаешь, куда ходил, все контролирую. Потому что если спортсмен где-то тихоря уйдет и испортит свой деду или свой режим испортит, он на тренировку придет, он не будет тренироваться, он будет вчера еще жить в этом спортзале. То есть вы не даете расслабиться ни на минуту. После этого потом у нас впереди идет чемпионат Казахстана должен пройти. После чемпионата Казахстана, конечно, автоматически, можно сказать, он получает вознаграждение, этот спортсмен. Это большая поддержка для семьи, для себя, вознаграждение. И потом, когда после чемпионата Казахстана уже будет вопрос решаться в дальнейшем, чтобы человек стал членом сборной Казахстана, это, конечно, надо сделать норматив, результат показать. Норматив у нас есть, который сделать должен спортсмен. Можно сказать, всегда первое место брать, конечно, когда 3-5 человека, но все равно первый кто-то приплывает же. Но норматив не выполнять. Многие ошибаются. Без норматива сборная Казахстана не примут. Поэтому в плавании нужно быть очень строгой. Дисциплина, главное. Если форму не будешь держать в этом плавании, можете сразу потерять. Возьмем любой вид спорта, который можно через год прийти и опять подняться. Плавания нет. Если пропустил плавание, как вот Исангали говорил, в связи с коронавирусом, все после этого результат сразу падает. Спасибо, Азанар Муханч. Есть телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, саламат. Саламат. Алло, саламат. Жас. Алло, саламат. Куку, рахмет. Удачи. Лично тебе привет. Спасибо. Уралбек зовут? Трарбек. 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 Он молодец, он тренирует. Самое такое... У нас в специальной группе есть, где дети мы собрали, я собрал. И там в этой группе он старшего назначил. Какой молодец. Он сам инициативный. Является нашим постоянным зрителем. Да, да. И сегодня, увидев вас в эфире, решил выразить слова благодарности. Спасибо, Трарбек, тебе. Здоровья, самое главное, крепкого. Береги себя. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Еще раз напоминаю, дорогие телезрители, средства нашей связи 28 58 69 и номер ватсапа 837 264 15. Вот такой вопрос задает Евгений, задает нашим ребятам. Здравствуйте, ребята. Низкий вам поклон за вашу силу и волю. Расскажите немного о принципах своих тренировок. На что вы делаете упор? Пожалуйста. Исингалин, Иргалин. Тренировка. Ну, мы тренировку начинаем с разминки. Обязательно разминка. Разогреваемся. Растяжка. Растяжка, да. Потом уже мы делаем лодочка для пловца. Самое важное упражнение, это лодочку делаем. Это когда лежим на животе и руки и ноги вытягиваем как можно больше. Для пловца самое первое, это растяжка должна быть хорошая и выносливость. Мы бегаем. У нас, так как мы незрячие, у нас бег на месте. Очень много бегаем, чтобы легкие наши работали полностью. Ну и всякие прыжки, да, мы смотрим сейчас. Да, большие прыжки должны быть. Самое главное в плавании это дыхание, чтобы не задыхаться во время плавания. Это выносливость. И разрабатываем плечи, руки, ноги. Ну, растягиваем все это. Растяжка. Вот все это основное. Без тяжелых грузов. Без силовых. Да, без силовых. Спасибо. Следующий вопрос от Кирилла. Как занятие спортом положительно повлияло на вашу жизнь и ваше внутреннее состояние в целом? Все мы знаем, что спортивные люди более уверены в себе, нежели обычные люди. Ну, во-первых, это, конечно, физический спорт, физкультура, сама физкультура, это как ассоциируется с хорошим настроением, со здоровьем, с крепким здоровьем. Но это все влияет уже на человека. Ну, можно я тоже дополню? Конечно. Ну, для меня, вот я скажу, спорт, это сейчас, на данный момент, как бы, это, ну, самое главное в жизни, потому что я знаю очень много людей с ограниченной возможности, которые сидят дома и не знаю, чем себя занять. Я, конечно же, уговариваю всех тоже заняться спортом. Ну, кто-то не хочет там, кто-то, у кого-то там свои причины, кто-то там ищет повод, но нужно перешагнуть себя и не бояться этого. И сейчас уже я не чувствую себя человеком с ограниченными возможностями. Я чувствую себя... Вполне полноценным. Да, полноценным обычным человеком. И спорт, как бы, для меня все. В спорте, вот именно в плавании я хочу овладеть техникой, владеть техникой как мастер. По мастерски. И тогда я буду уверен в себе, и тогда я что-то буду говорить конкретно. Мне нравится очень ваш настрой, Ралли, молодец. Есть еще телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Тимур. Очень приятно. Слушаем вас. Так, вот сейчас смотрю вашу передачу. Очень интересная тема, очень сильные люди сейчас у вас в эфире. И, честно, даже смотрю и как бы сам вдохновляясь такими поступками, в общем, даже поражаюсь. И задаешься тебе вопрос, наверное, почему, когда есть руки, когда есть и данные, почему вы не занят спортом? Почему так много людей, так сказать, не могут встать, так сказать, с кровати и начать заниматься спортом, когда все имеется. И так, вам, дорогие гости, я хотел бы пожелать всего самого наилучшего, дальнейших успехов, крепкого здоровья. Вы наши мотиваторы, вы наши герои, по сути, не остановились на месте, в трудную минуту, так сказать, и не сдались на жизненных пути. И в вашем спорте я желаю вам больших достижений и надеюсь, что увидим вас в следующем году в Стокио 2021. Спасибо вам, Тимур, за такие теплые слова, поддержки в адрес наших спортсменов. Мы продолжаем наш эфир. Продолжить, хотел насчет этого, насчет спорта, что дает. Как вы знаете же, вот, скажем, молодые спортсмены, скажем, вот они, но я уже большим стажем прошел столько, как говорится, стаж спорта, благодаря спорту я в бизнесе был, и предпринимателем работал, и директором вот работал, сейчас старшим третьим стажем. Забились большие бесплатные жизни. Потому что, когда уже куда-то приходишь, в любом моменте, видите, человек, ты сограничишь возможности, с тобой начинает разговаривать человек, какой-нибудь руководитель, или пускай какой-нибудь депутат, скажем вот так, да, и он от тебя начинает на твой жал задавить. Я, когда начну говорить уже другую тему, он говорит, ну, пришел человек, уже вышел другой человек, потому что он смотрел на меня как спортсмен уже, как паралимпийский, а не человек с ограниченными возможностями. Поэтому я прихожу, рассказываю им, предлагаю свои проекты, свои вопросы решить, предложу, предлагаю свои, как говорится, улучшить как условия для людей, а, как говорится, не просить там какого-то жаловаться, или что-то там просить. Поэтому после этого, я всегда говорю, я живой пример, не надо, далеко не ходить, я рекламываю. Благодаря спорту, скажу, я даже женился, благодаря, потому что, может быть, я спортом занимался, где-то валялся, дома никто, я никуда не выходил бы. Благодаря спорту я весь Азии проехал, весь Европу проехал. Понимаете, во всех других странах, можно сказать, друзья есть, где до сих пор мы по WhatsApp, сейчас благодаря WhatsApp общаемся, понимаете. И благодаря спорту, можно сказать, я большую карьеру сделал в жизни, семейную карьеру, и благодаря спорту мои дети занимаются спортом, вся семья. И вокруг меня всех хороших людей, вот, благодаря спорту это, вот, все вот в этом направлении, как вот сейчас говорил, вот, в этой передаче. Поэтому всем хочу сказать, что занимайтесь спортом, это она всегда полезна для здоровья, всегда она тебя спасет, спорт, как говорится, и выручит. Спасибо, Азонар Муханович. Есть еще у нас телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день, рада вас слышать. Я сейчас смотрю передачу, и меня, конечно, расхищают такие мужчины, на самом деле, когда вот смотришь, вполне вот здоровые люди, мужчины особенно, бомжуют, пьют. И вот эти мужчины подают, на самом деле, пример. Мало того, они за себя борются, они еще и пример подают, и молодежи, и всем остальным людям, и мне в том числе. И я хотела узнать, как вот у них, как их семья поддерживает, какая вообще вот то, что с ними случилось, произошла ли у них какая-то переоценка ценности, что они считают главным в людях, что-то вот, что произошло в отношении к миру вообще, были ли какие-то сдвиги, изменения. Спасибо большое. Спасибо вам за вопросы, очень хороший вопрос. Действительно, насколько вас поддерживают ваши родные, близкие. Было ли вообще переосмысление какое-то в вашей жизни? Может, вы научились лучше разбираться сейчас в людях, хотя у вас отсутствует зрение, но вы же чувствуете тоже человека по его голосу, по его отношению к вам. Пожалуйста, Иргалий, Исенгалий. Ну, у меня есть семья, она всегда со мной, она дает мне силы, мотивацию, мой тыл надежный. Благодаря семье я для меня как бы переломный момент, он как-то менее такой болезненный был. Я быстро как бы, ну, реабилитировался, встал опять на ноги, начал, ну, пошел дальше, как говорится. И они мне дают силу, они рядом со мной всегда, да, они меня всегда везде поддерживают. Ради них я стараюсь, я делаю все. Они мое самое главное в жизни. Потом уже спорт. Спорт это, ну, спорт дает, самое первое, это дисциплинирует. Вот Азон Амахач нам говорит, вот в такое-то время тренировки там-то. Все, в это время мы там. Это самое главное, должна быть дисциплина. Если будет дисциплина, будет порядок, тогда будет и хороший результат на соревнованиях. Будут хорошие тренировки, будут хорошие, соответственно, результаты. Так, насчет людей, ну, как бы я-то потерял зрение уже в зрелом возрасте. Вот друзья у вас остались или? В зрелом возрасте, и поэтому я и раньше как бы... Есть старые друзья, которые с вами дружили до этого и сейчас, может быть, поддерживают вас? Я раньше разбирался в людях, но вот честно сказать, вот из старых друзей... Как они отнеслись к вашему... Одноклассники, у меня есть одноклассники, и сейчас у нас есть чат в WhatsApp, я с ними хорошо общаюсь, так же, как и раньше общался, точно так же общаемся. Они относятся ко мне так же, как и раньше, как в школе. Такие же шутки, так же шутим, так же общаемся, ну, проблем никаких нету. Замечательно. Вот коллеги мои бывшие, вот я их потерял, ну, они исчезли. Просто сами по себе исчезли? Да. Хотя вы до этого хорошо общались? Да, можно сказать, как раз мы с ними коллеги тоже, я хотел сказать тоже, вот с одноклассниками, у меня хорошие тренинг, соклассники мои есть, служаки есть, сокурсники есть, мы всегда сидим на WhatsApp и очень часто встречаемся, в год-два раз встречаемся с любыми компаниями, как вы видите, наверное, мою жизнь, кто знает меня, даже многие выходники знают, очень общительный человек, да, да, и, как говорится, и также мои коллеги, которые сотрудники полиции уголовного розыска, и Мангистау, и западный Казахстан, у меня, премия не забывает, буквально, как говорится, в том году на столетие уголовного розыска медали вручили, потому что это такой праздник был, и сегодня, еще раз хочу повториться, буквально недавно я рассказывал, сегодня, корреспондент приходил, спрашивал, как раз, ко мне генерал позвонил, генерал Халмад Салалович, и на WhatsApp написал, с таким другом, с таким верным другом, с таким человеком, я бы и сейчас пошел бы в разведку и в бой, понимаете, такой, такие генералы, такие вбишут, потому что они, ну, со всех сторон пишут, поздравляют, в каждой медали, в сегодняшней передаче, они всегда видят его передачи, и в своих друзьях поздравляют. Эти слова, конечно, очень дорогого слова. Да, и родственники, конечно, всегда смеются, говорят, мы тебя только в телевидении, только видим. Благодаря телевидению тебя видим, что ты жив и здоров, и на этом рады, и охлажды, потому что я же, я местный же, западно-казахстанский, родственников много, я всех не успеваю встретить. Спасибо, Иргали, а у вас как обстоит? Ну, у меня, родственники меня тоже поддерживают полностью во всем, именно вот в спорте. У меня также есть одноклассники, однокурсники, тоже общаемся вот по WhatsApp, созваниваемся. Ну, пока сердце ваше свободно? Мое сердце, на данный момент оно свободно, да. Я был, я был, я был, я был женат, развелся. Не обязательно говорить. На данный момент, да, я свободно. Ну, почему бы нет, может быть, действительно, сейчас кто-то смотрит нашу передачу, а в ОСЕ, в программу вы найдете свою судьбу. Я хотел про Иргали сказать, вот, вот, примерно, вот, посмотрите, как он спортсмен, да. Он живет трехнинг, он садится в такси, в такси, потом пересаживается на другой такси, потом пересаживается, приходит в спортзал. Вам что-то помогает? Да, понимаете, вот это человеческое отношение, спасибо таксистам, да, вот они приходят, они приходят, иногда, я же не успеваю, иногда прям заводить в спортзал, понимаете, это вот это человеческое отношение, вот наши, вот наших спортсменов, я вот смотрю всегда, я иногда, когда рано прихожу в спортзал, иногда, конечно, по ситуации бывать, так вот, задержусь на пять, ну, насколько там, нет, я прихожу в спортзал, свет нет, они уже занимаются. Я говорю, что, подожди, нет, свет включил, они смеются, говорят, о, преимущество, вот, они без свет занимаются, без свет я не могу заниматься, поэтому они могут без свет заниматься, такого преимущества. Экономные. Да, поэтому экономные, да. То есть я смотрю, у вас очень, у вас очень хорошо развито чувство юмора. Да, да. Самые вот такие шутки между собой. Подкололим друг друга. Какие у вас вообще в основном вот шутки по поводу, даже можете посмеяться над собой, я так поняла. По любому поводу. Мы шутим на любую тему и не обижаемся. Особенно Зонар Муханович, наверное, всегда поддерживаете их своим чувством юмора. Я тоже сейчас привыкаю уже к их шуткам, потому что там у них другое. Я всегда находился с опорным двигателем аппаратом, у нас там вообще жесткие шутки же. А здесь тоже, уже тоже вместе поддерживающие их шутки, тоже начинающим шутить это. Ну, поэтому... Главное, они это легко воспринимают. Да, и поэтому вот это люди, окружающие люди, когда рядом находятся, и иногда вот сегодня мы занимались, когда новенькие, новые люди эти пришли в спортзал, с первого, никак не поняли, почему мы ходим друг в друг в спортзале. И они потом поняли, уже прибежали, каждый пришел, поздоровался. Это очень приятно, когда спортсмен приходит, говорит, благодаря вас, в виде, как вы занимаетесь, у нас стимул появляется. Мотивация. Мотивация появляется, потому что вы с таким... У нас, мы заходим в комплект же. Я импунтант, они слепые, и двое, еще есть один без звук, но, представляете? И вот это бывает, когда мы в новый спортзал заходим, бывает в шоке все. И начинаем когда-то заниматься, уже профессионально. Сегодня мы же говорим, сегодня рассказываем, мы, мы занимаемся профессионально. Потому что наше упражнение профессиональное. А люди, которые сейчас занимаются в этом спортзале, я говорю, они все занимаются физкультурой. Вы говорите, не путайте, у нас очень сильные упражнения. Поэтому придется терпеть, потому что, представляете, когда человек, ну, как по закону, там, 20 человек должен быть в зале, занимаемся же, и смотрят, думают, что мы делаем, что за упражнение. Но это упражнение, это профессиональное упражнение, которое мы готовимся на чемпионат. Вот такой сейчас тоже вопрос от Азамата. Ваши пожелания всем людям, какой главный совет вы хотели бы донести до окружающих? Мой совет, допустим, окружающих, надо всегда прощать и помогать людям. Вот это главное, потому что наши отношения, то есть, говорили же, если мы будем злыми, я думаю, если злым быть, мы никакого результата не возьмем, и никакого человеческого отношения не будет. Поэтому всегда надо прощать и добро помогать. Вот буквально за 6 месяцев, в котором мы карантин сидели, мы вот все друг друга, мы спортсмены, друг другу помогаем, поддерживаем, и морально, и материально, и это благодаря человеческому отношению. Поэтому человеческое отношение должен увидеть. Ну, а все-таки у любого человека наверняка бывают минуты отчаяния. Скажите, пожалуйста, когда у вас бывают такие моменты в жизни, как вы справляетесь с этим? Может быть, у вас есть свой какой-то особый рецепт? Для меня это спорт. Я как начал заниматься спортом, у меня такого, наверное, уже не было. Самое главное – это не думать об этой ситуации. Именно, да, вот уделить внимание, то есть перенаправить свое внимание на спорт, допустим, на позитив. Что такое отчаяние, можно по-разному понять. Допустим, у нас по трассе свет отключили, все замерзает. Это отчаяние или это что? Это не надо паниковать. Ночью 2 часа. Мы просто встали с детьми, в город приехали, нашли электрика, конечно, платную. Привезли, попросили, нам он себе сделали. Если мы были в панике, мы его не сделали, у нас все замерзло бы. И также там по дороге, если колесо сломается, что паниковать? Сам выйди, отремонтируй колесо и дальше ехай. И также та же самая ситуация, вот сейчас у нас зима же. Зима пришла, еще когда тепло, надо колеса поменять. Как говорится, шиповно ставить надо. Заранее поставь и будешь как все сегодня, как смело ездить. Не ждать до последнего момента, понимаете? Поэтому вот эта дисциплина в жизни, отчаяния не будет, когда ты готов. Сами готовят, летом говорят, да, поэтому любые испытания. Я всегда говорю семье и своим спортсменам, говорю, не паникуйте, подумайте, есть любого, с любого выхода положения есть. Если создал человек, понимаете, любой, что создал человек, на него есть выход, выйти можно с любого положения. Поэтому да, а если что, Бог создал, конечно, с Богом надо решать вопрос. Спасибо. Ребята, а есть ли у вас еще какие-то увлечения, помимо спорта? Может быть, какие-то у кого-то творческие есть способности писать стихи, читать, или петь песни, играть на гитаре? Ну, я пишу стихи, но, знаете, это, ну, недавно, ну, как, я редко пишу, бывает такое. Когда вдохновение бывает. Например, я вот года три назад, наверное, я начал писать стихи. Но помните наизусть, можете прочитать нам какое-нибудь стихотворение? Я начал заниматься спортом, и у меня это прекратилось. Вот сейчас у меня опять начинается. Сейчас можете нам прочитать? Я не помню, ну, одну просто короткую сейчас попробую вспомнить. Хотелось бы, чтобы у меня водились миллионы, чтобы в вархатный сезон меня качали волны, чтобы одеваться тоже у Гуччи и Габбаны, чтобы завтрак мне в постель, кокосы и бананы. Белеет в тумане море голубом, мой парусник белеет, но нет, но нет, увы, печально так, слеза слезу не греет. Это я написал этот стих, и опубликовал его в Фейсбук, где есть чат инвалидности РК. Там же сидят такие же, как я, инвалиды. И как они оценили вашу книгу? Они ее читают, и, знаете, вот этот момент, когда слеза слезу не греет, это вот я написал, они как бы прочитали, и все. Как бы и мы все это, ну как бы не я им ничем не могу помочь, как бы они такие же инвалиды, как и они зрячие, и они мне как бы тоже не могут ничем помочь. Ну и, естественно, тут слеза слезу не греет, как говорится. Ну все как бы ставили лайки, комментировали. А вот какая ваша мечта? Она именно в этом стихотворении у вас сейчас отражается? Вот все ваши мечты, или это просто было написано? Нет, это просто, как бы, вот знаете, вот я спать ложусь, у меня мозг перезагружается, я утром просыпаюсь, у меня просто появился этот стих, я его просто как бы стараюсь запомнить, ну чтобы не забыть, а потом уже, когда свободное время, я печатаю, сижу на телефоне. Пожалуйста, Иргалин. Ну, помимо спорта, ну помимо спорта, люблю хорошую музыку, слушать, танцевать. Хорошо танцует он, вот поэтому хорошо прыгает он. Мы обратили внимание. То есть вы у нас танцор? Да. Ну, не профессиональный. Но все же. Самоучка. Как можно сказать? Ну, у нас, скажем, в группе, скажем, вот команде, скажем вот так, сейчас очень много планов впереди. Вот мы тоже планируем открыть свое производство, свой цех, как говорится, вот как вот, значит, хобби, скажем, в дальнейшем будет она уже, как хобби пойдет. Буквально недавно мы открыли общественное объединение федерации, где будем реализовывать все проекты, все условия создавать для, сами себе, понимаете. Поэтому я всегда своим спортсменам говорю, не надо телевизору ругать, сидя, надо выйти самим делать. Любой инвентарь, любой можем мы сами сделать, конечно, заниматься, не ждать, когда принесут. Понимаете, вы знаете, государственные деньги, это очень долго ждать надо, когда можно вот этот инвентарь вот самим сделать, вот мы планируем сделать сами, уже начать на тренировку. Поэтому, как говорят, скажешь, руки есть, ноги есть, глаза есть, что бояться. Поэтому у нас вполне большие планы есть, в дальнейшем мы будем работать в этом направлении, также производить вот такие вот такие же медали, вот такие же столы будем делать. Просто, как говорится, превратим это в хобби для удовольствия жизни. Не от того, как говорится, в стихах миллионы зарабатывать, а для удовольствия. Понимаете, когда красивый стол будет подарен или продан, это будет красивый стол, и там будет написано, будет от какой компании, которую мы в дальнейшем еще название придумаем, и будет очень хорошо. Вот примерно на столе медаль лежит, который уже образец уже мы начали выпускать. Такие из дерева, из фанеры, из пластика, вот видите, вот такие будем выпускать. В дальнейшем, я думаю, что у нас реализуем наши мечты. И гавана будет у нас, и все будет. И бананы. И бананы будет, и мягкие матрасы будут, поэтому впереди плану много у нас. Все впереди. Да, все впереди. Только мы так начали. Вот видите, они все буквально год. У нас очень много проектов, поэтому у нас только ждем официальное открытие сезона, именно коронавирус, скажем, и начинаем работать и в направлении этого. Спасибо, Азонар Муханович. Я хочу сейчас зачитать вот такое сообщение от Розы Апай. Добрый день, Лаура Амаджоловна. Приветствуем прекрасных гостей вашей позитивной передачи. Уже много лет исследователи пытаются разгадать удивительную способность человека приспосабливаться к самым невыносимым жизненным условиям. Часто бывает, что даже люди, которых природа обделила в физическом плане, родившиеся без рук, ног с различными аномалиями или получившие инвалидность потом, несмотря на все трудности, научились жить полноценной жизнью. И не только нашли свое место среди обычных людей, но и радуются, ценят каждое мгновение, прямо так и излучая оптимизм. Инвалиды, вопреки всему, закаляются и не желают сдаваться. Хотелось бы, чтобы государство и общество поддерживали их во всех начинаниях. Спортсмены-инвалиды не только показывают отличные результаты, но и смело могут быть примером величайшей силы духа и безмерной любви к жизни. Родители Азона Нармухановича, покойных Нармухана Гай и Канзера Апай, помним как хороших интеллигентных людей. Мы гордимся, что наш земляк родом из родной каменьки, достиг небывалых высот в спорте и занялся предпринимательской деятельностью. Имеет хорошую семью, детей. Гостям желаем успехов, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и новых высот. С огромным уважением, Роза Апай. Спасибо вам, Роза Апай, за такие искренние. Теплое пожелание, очень трогательно. Спасибо, земляки, хоть узнали, что земляки. Остается у нас буквально 3-2 минуты, сообщает мне до окончания эфира. Ваше пожелание в заключении всем нашим телезрителям. Во-первых, хочу сказать всем пожелательно с наступающим Новым годом. Конечно, хоть далеко, но уже почти рядом. Поэтому берегите себя и родных, занимайтесь гимнастикой, физкультурой и, как говорится, всегда умейте прощать. Я хочу пожелать всем успехов, нам самим первое место. Да, всем здоровья, всем удачи, успехов во всем начинаниях, самое главное. И нам, естественно, тоже удачи в нашем спорте, достижения новых побед, чтобы все были счастливы, всем позитивы. А я хочу также пожелать вам самое главное – крепкого здоровья, любви, поддержки со стороны ваших родных и близких, успехов в решении жизненных проблем, ну и, конечно, осуществления всех ваших задуманных идей и планов. Спасибо, что сегодня были с нами все 50 минут, поделились самым сокровенным из своей жизни. Я думаю, что дали большой заряд позитива и мотивации, мотивации, вдохновения всем нашим телезрителям. Еще раз вам всего самого наилучшего, самого прекрасного и доброго. Спасибо, Азон Румханович, за ваш колоссальный труд, за поддержку спортсменов. Вам спасибо за приглашение. Ну вот и подошла к концу наша передача. Главное – верить, действовать, искать в себе силы и желание жить и творить вопреки всему. До свидания и до встречи в эфире.